Добрый день! Давно собирался рассказать об этой серии книг. Наконец-то добрался. Это новое переиздание старых книг Владислава Крапивина, выпускаемое издательским домом Мещерякова. Пускай они в таком формате, взяв старую графику или стилизовав новые дополнительные изображения под старую графику из журнала Костер, Уральский следопыт, как это было еще в советские времена. У меня в коллекции на данный момент есть мальчик со шпагой и трое с площади Коронат. Собственно, мальчик со шпагой – это, можно сказать, классика Крапивина. Многие именно с нее как раз и узнали об этом писателе. Знаменитая история о клубе «Испада» и пионерах, которые занимались в этом клубе. История, после которой, во-первых, многие стали увлекаться фехтованием, а во-вторых, куча клубов «Испада». Он открывался по всей стране. Классическая достаточно история о пионерах, о том, как они искали правду жизни, о том, что взрослые бывают разными и не всегда даже хорошими. И мальчишки тоже. О том, что правда всегда своего добивается. То есть, конечно, в самом финале этой истории, несмотря ни на что, все становится хорошо. Ну, наверняка вы слышали или даже читали эту замечательную книгу. Мещерякова, издательство Мещерякова, она переиздана в 2016 году. Как я уже говорил, очень много иллюстраций, которые взяты, по-моему, из старых журнальных изданий этой книги или старых советских изданий. Вполне возможно, что стилизован, может, часть иллюстраций была оттуда, часть была дорисована специально для этой книги. Но издана очень хорошо. Стоит, конечно, совершенно недешево, как и все книги этого издательства. Но издана прилично. То есть, вот хорошая бумага такая, плотная, вычитано все, достаточно хорошо иллюстрации. В меру. В меру достаточно. Ну, практически так же, как вот было в старом советском издании, только тут еще добавил цветной. То есть, старсоветское издание, которое я читал, там все иллюстрации были черно-белые. Тут добавил цветной. Ну, и, по-моему, все-таки их стало несколько побольше. Очень хорошо издана книга. Вот, приятный такой переплет. Настоятельно рекомендую. Ну, вторая история, это вторая площадь Коронат. Это история о том, как мальчишки жили в Севастополе. Тут Севастополь, собственно, не называется. Он тут называется просто город. Но когда читаешь первую осаду, вторая осада, ага, это бухта и все прочее, тут Севастополь угадывается безо всякого его названия. Прочитывается просто замечательно. Тоже хорошая история о непрекаянных мальчишках, которые в душе очень хорошие. Ну, вот, всегда им везет. Ну, в конечном счете, дружба всегда своего добивается. Тоже очень такая впечатляющая книга с очень хорошими иллюстрациями. Да еще и вот такими морскими пояснениями. Тут в этой книге очень много чисто морских терминов. Яхтин, скажем так, чтобы все это было понятно. Есть даже специальное приложение, в котором все это разрисовано, объясняется, что и как происходит. Очень было приятно это посмотреть. Тоже настоятельно рекомендую почитать мальчишкам лета десяти и старше и до бесконечности. Потому что, как бы, крапивин он, наверное, не устаревает. Если даже она вам покажется слишком детской, прочитайте ее с детьми, когда они подрастут. Очень хорошие книги, очень хорошо изданы. Настоятельно рекомендую.